Спасибо, Светлана Анатольевна. 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 И в том случае, если выраженность реакции настолько высока или если, несмотря на проводимую терапию, осложнение не купируется и вынуждено прекратить ее проведение, то пациенты также не теряют в эффективности. То есть не боятся начинать лечить кортикостероидами и не боятся все-таки при необходимости завершить лечение, информируя в том числе пациентов о том, что на сроках их жизни, на сохранении эффекта это не окажет негативного влияния. Всегда возникает вопрос, и почти он к настоящему времени, наверное, решен, есть ли взаимосвязь между развитием осложнений иммунопосредованных и наличием клинического эффекта. И, в принципе, уже для дерматологических осложнений, в первую очередь для сыпи, для витилига у больных меланомы кожи, ответ точно да. То есть чем раньше возникает, вне зависимости от степени тяжести, имеется прямая связь между наличием осложнения и реализацией эффекта. И для других видов осложнений наиболее вероятно да. То есть чем больше мы накапливаем клинический опыт, чем больше обобщаются данные о токсичности и о связи с эффектом, тем больше подтверждается постулат, что их развитие – это предсказание, такой суррогатный маркер реализации эффекта. В частности, исследование, которое представлено буквально сейчас, в 2020 году на АСКО Александром Магермонтом, это оценка исследования КИНОТ 054, адювантное применение пембролизумаба у пациентов, страдающих меланомой кожи. И мы видим, что если пациенты не имели осложнений или, например, до начала развития осложнений риск прогрессирования снижался примерно на 40%, то, если осложнения развивались, риск прогрессирования заболевания снижался более чем на 60%. То есть прямая связь между реализацией эффекта и развитием осложнений. Ну и соседние графики – это у больных раком лёгкого, также пембролизумаб. Мы видим, что больные с осложнениями, это верхние кривые, они имеют лучшие показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Поэтому, скажем так, бояться их развития, наверное, не надо. Ну и рассмотрим первый блок – это дерматологические осложнения. Как я уже сказала, они относятся к наиболее частым осложнениям. И если для ингибиторов в стиле 4 примерно у каждого третьего пациента различные проявления кожной токсичности могут быть несколько меньше, до 20% у больных, получающих монотерапию ингибиторами PD-1 и PD-L1. И, конечно же, комбинация этих различных ингибиторов и иммуноточных контроля приводит вновь к довольно высокой частоте. То есть примерно каждый третий пациент будет иметь те или другие проявления кожной токсичности. И проявления самые различные, диапазон на самом деле значительен, поэтому действительно мы, наверное, и дерматологи в том числе должны быть. То есть наиболее часто, конечно же, это сыпь. Макула популярная, как правило, сыпь, мелкоточная, бывает сливающаяся, начинающаяся, как правило, в областях суставов, подмышечные, локтевые сгибы, подколенные области, ну и при тяжелой степени тяжести уже распространяющаяся по другим участкам тела. Может быть элемент инфицирования, то есть папула постулярная сыпь развивается, фолликулярная, наиболее опасная, это ортикарная или валдерная сыпь, которая может быть прелестником такого уже более грозного осложнения, сопровождающего отслойка эпидермиса, чуть позже скажу, и различные другие проявления, может быть и сухость кожи, ксеродермия, витилиго, о которой я уже говорила. В принципе, интересно, что у больных, получающих ингибиторы ПД1, примерно у 10% развиваются те или другие участки витилиго, и еще раз напомню, что это, в принципе, такой практически однозначный маркер реализации эффекта. И сыпь, несмотря на то, что, ну, казалось бы, безобидно, да, поражение кожи, сыпь, но если она достигает очень выраженной, занимает очень выраженные участки тела, третьей степени, то есть более 30%, то, конечно же, в этой ситуации необходимо применять высокие дозы кортикостероидных гормонов, уже возникает риск присоединения инфекционных различных осложнений, риск развития стероидного сахарного диабета, то есть условно безобидное, да, начинающее с поражения кожи реакция ему напоследована может привести к довольно тяжелым последствиям. Ну, здесь стоят литературные данные, и на правом снимке это наш клинический опыт, когда действительно у пациента выражено поражение кожи, значительных площадей кожи, и как раз-таки весь, все последующие осложнения, которые, осложнения, лечение осложнений, когда уже действительно развивается и стероидно-сахарный диабет, и двусторонняя пневмония, и необходимость антибактериальной терапии, антифунгальной терапии, то есть весь этот, к сожалению, такой патологический процесс пациент перенес. И более редкие осложнения, тоже далеко не полный перечень, и даже те осложнения, которые, наверное, дерматологи видят крайне редко в своей практике, тоже могут развиться при проведении иммунотерапии. Различные проявления, булезный пенфигоид, и воскулиты, и паронихии, и выпадение волос, и различные псориазоподобные формы поражения кожи, и угрожающая жизнь, уже синдром Стивенса-Джонсона, который сопровождается отслойкой эпидермиса на довольно больших участках тела, и токсический эпидермальный некролиз, то есть на самом деле очень большой спектр осложнений. И важно помнить, что проявление токсичности со стороны кожи может быть не только изолированное поражение кожи, это может быть один из симптомов более масштабных, еще более угрожающих жизнесостояния. Например, это наше клиническое наблюдение, кожная токсичность как проявление, одно из проявлений синдрома цитокинового шторма. Это крайне тяжелое, угрожающее жизнесостояние, которое потребовало госпитализации пациентки в отделении интенсивной терапии, проведение очень активного лечения и так далее. И также нужно помнить, что кожная токсичность, как и любые виды других иммунопосредственных осложнений, может быть отсроченной. Например, в данном клиническом наблюдении, тоже наш опыт клинический, через два года после окончания иммунотерапии, в частности, развивается кожная токсичность. То есть, в принципе, мы можем даже подзабыть, что пациентка получала то или другое вид лечения, но кожная токсичность может проявиться и через такие длительные промежутки времени. Гистологические исследования биоптата кожи, если мы его выполним, проявляют переваскулярную лимфоцитарную инфильтрацию с преобладанием CD8-Т лимфоцитов, и азинофильную инфильтрацию, различные виды повреждений эпидермиса, явления паракератоза, гиперкератоза, акантоза. То есть, довольно типичные проявления, которые подтверждают нам диагноз такого вот иммунопоследованного поражения кожи. И, конечно же, крайне желательно, чтобы дерматолог был доступен, чтобы пациент мог быть проконсультирован. Ну, условно, такая плановая, то есть несрочная консультация в том случае, если менее третьи поверхности тела поражены, если имеется атипичная морфологическая картина, похожая на псориаз, например, или на другие виды редкой сыпи. И, конечно же, при повелении волдырной сыпи, меньше 1% площади тела, тоже крайне желательно консультация дерматолога. И срочная консультация специалиста необходима при развитии третьей степени тяжести поражения, то есть более третьей поверхности тела, при волдырной сыпи, занимающей более 1% площади тела, при поражении слизистых оболочек и при сопровождении сыпи болевым синдромом. В этой ситуации необходимо проконсультироваться, потому что некоторые особенности локального, топического лечения, наряду с, безусловно, высокими дозами уже кортикостероидных гормонов, они должны своевременно быть начаты. В том числе, речь может идти о госпитализации пациента и о проведении какого-то времени уже в условиях стационара для лечения. Пульмональные осложнения. В принципе, наверное, действительно, в условиях наших реалий, мы о них очень часто говорим, поскольку, на самом деле, это то, на что мы сейчас должны обращать внимание в условиях пандемии ковид. Хотя, в целом, частота не такая уж и высокая, и здесь она чуть более часто, эти осложнения до 5%, например, встречаются при использовании ингибиторов PD-1 и PD-L1. А при использовании комбинации CT-L4, PD-1 и PD-L1 достигает максимально 7-8%. Но нужно помнить, что комбинация сопровождается и некоторым увеличением частоты этих осложнений, и более ранним началом. Если, как правило, мы наблюдали при монотерапии развитие осложнений на 4-6 месяце, может быть, от начала лечения, то если мы используем комбинированную терапию, то уже встречаемся с этими осложнениями и раньше, примерно на 9-10 неделе, то есть примерно через 2-3 месяца от начала лечения. И уже Наталья Николаевна говорила, что в спектре осложнений, график уже этот был, в спектре осложнений, которые могут привести к фатальному исходу, пневмонит занимает одно из ведущих мест. Мы видим, что до 10%, чуть больше даже 10% больных, имеющих пневмонит или пульмонит, могут погибнуть от этого осложнения. Поэтому данное осложнение требует тоже своевременной диагностики, мониторирования и своевременного лечения. Потенциальные факторы риска развития пульмонита, их много, в принципе, это и само онкологическое заболевание, рак лёгкого в первую очередь, курение, мужской пол, что первичное, что вторичное, то есть, в принципе, это всё отражает как бы звенья одного патологического процесса. Наличие хронических заболеваний лёгких, различные хронические инфекции, затрагивающие лёгочную ткань, предшествующие лекарственные терапии, такими препаратами, которые могут вызывать интерсоциальные поражения лёгких, это пиметроксет, гемоцитабин, поклитоксел, лучевая терапия в анамнезе, высокодозная химиотерапия, проведённая ранее, сама по себе комбинация иммунных препаратов, это всё факторы риска развития данного осложнения. Самые различные проявления могут быть, это вот наш клинический опыт, от бессимптомного, как у данного пациента, случайно при оценке эффекта выявлено довольно массивное поражение без какой-либо клинической картины, так и различные проявления симптоматики. И также помним, что отсроченные после завершения иммунотерапии пульмонита тоже могут быть. Также через больше, чем через полгода после завершения терапии при случайном обследовании выявлена картина пульмонита. Для диагностики, конечно же, необходимо выполнение компьютерной томографии, и вот этот типичный признак, матовое стекло, и участки консолидации, это как раз таки называется термином криптогенная организующаяся пневмония, она отмечается примерно у 65% пациентов. И более редкие изменения, это неспецифическая интерсоциальная пневмония, так называемый гиперчустренный пульмонит или острая интерсоциальная пневмония также могут быть. И, в принципе, опытные специалисты лучевой диагностики эти картину выявляют и описывают. Что мы делаем, когда мы диагностируем пульмонит? Конечно же, оцениваем степень тяжести. Первой степени тяжести симптомов нет, только лингвистические изменения, и формально мы можем даже продолжить иммунотерапию, хотя, мне кажется, что мы в своей практике, если мы фиксируем такие изменения, то мы, наверное, делаем остановку на какое-то время до разрешения этой картины. При второй степени тяжести симптомы появляются, они неспецифические, как правило, тадышка, кашель, может быть, боли в грудной клетке. И при второй степени тяжести активность пациента не нарушена. И дальше, при третьей и четвертой, уже, конечно же, возникает воздействие на общее состояние пациента, потребность кислородия, ну а при четвертой степени тяжести может быть даже и необходимость госпитализации, активного лечения, вплоть до развития угрозы для жизни. Диагноз, конечно же, с огромным списком патологических состояний. Это инфекционный процесс, COVID-19 в первую очередь, сейчас мы, конечно же, о нем должны думать. Это и различные токсические пневмониты, вызванные лекарственными препаратами, вызванные лучевой терапией, предшествующей различные проявления сердечной недостаточности и так далее. То есть список хронических состояний или острых состояний, он довольно большой. И, конечно же, все должны быть насторожены. Вот здесь клинические признаки, лекарственные признаки, классические COVID-19 пневмонии представлены. Мы всегда должны думать, не присоединилась ли данная инфекция. И вот наш клинический опыт, также пациент, получавший пембролизумаб, абсолютно бессимптомное выявление в конце апреля минимальных изменений интерсоциальных, которые мы расценили как проявление пульмонита, связанного с пембролизумабом, через две недели, уже с картины дыхательных недостаточностей, с двусторонним полисегментарной пневмонией, пациент госпитализируется в один из городских стационаров в красную зону. COVID-19 негативный по данным ПЦР, но, в принципе, все данные, конечно же, за COVID-19 ассоциированную пневмонию двустороннюю. Что это было? Или присоединилась в дальнейшем инфекция, или вот эти минимальные проявления уже были проявлением вирусной пневмонии, сложно сказать. Но вот эти данные буквально линологические сделаны несколько дней назад. У пациента полностью разрешилась дыхательная недостаточность, но клиническая картина линологическая именно такая. Сохраняются двусторонние выраженные изменения. Терапия, разумеется, в зависимости от степени тяжести. При первой степени, как мы говорили, можно продолжать даже иммунотерапию, но очень тщательно мониторировать и компьютерную томографию каждые три недели, и симптоматику. При второй степени тяжести останавливаем терапию, начинаем лечение при гнизолонном. И третья-четвертая степень тяжести, конечно же, прекращаем иммунотерапию, но выполняем, возможно, такие инвазивные методики, бронхоскопию и так далее. При оценке эффективности лечения, если мы видим уменьшение и клинической картины, и риангической картины пульмонита, то мы очень медленно уходим с стероидов. Если мы не видим эффекта, то мы, конечно же, усиливаем иммуносупрессивную терапию, используем инфлексимаб, циклофосфамид. Причем важно помнить, что мы не отменяем при этом кортикостероиды. Это не замена одному на другой, это просто усиление, то есть присоединение иммуносупрессоров. И вопрос о возобновлении иммунотерапии, как раз то, о чем мы говорили, для второй степени, да, он абсолютно показан, и мы это делаем. Для третьей степени нужно, разумеется, обсуждать вопрос о том, насколько польза и риск для пациента присутствуют. Насколько долго он получал до этого лечения, насколько выраженный эффект, насколько эффект длительно сохраняется. Ну, здесь классическая картина, когда регрессирует пульмонит очень выраженно за месяц, это наше клиническое наблюдение. Ну, здесь как раз таки то, что инфлексимаб или микофенолата мы назначаем для усиления иммуносупрессивного эффекта. И вот вопрос в ряде исследований как раз таки обсуждался, можно ли возобновить. В принципе, если пульмонит был вызван комбинацией препаратов, ингибиторов стилей 4 и ингибиторов PD-1, то, разумеется, наверное, есть основания возобновить монотерапию ингибиторами PD-1. И, в принципе, здесь даже видно, что при повторном назначении уже PD-1 ингибиторов пульмонит и не развивался, но мог развиваться и до нового при возобновлении терапии. Ну, поэтому сейчас, конечно, таки, наверное, общее немножко заключение о том, что сейчас до сих пор вопрос такой детального развития, механизм развития иммунопоследованных осложнений не ясен, поэтому работа в этом выяснении патогенетических механизмов и ведется. Конечно же, нужно определять маркеры и генетические, и суррогатные, и предиктивные маркеры развития осложнений. Изначально искать предикторы рефракторности к стероидам, чтобы, может быть, уже появиться препараты другой направленности, которые сразу позволят использовать именно их, исключая вообще стероиды, как таковые в нашем арсенале. Выделять пациентов, которые нуждаются или в монотерапии, в менее токсичной, или в комбинированной терапии ингибиторами иммунных точек контроля. Конечно, необходимы проспективные исследования, потому что пока у нас все наши алгоритмы, стандарты, они основаны на мнениях экспертов, на таких консенсусных обсуждениях. Разумеется, проспективные исследования, они нужны для того, чтобы совершенствовать алгоритмы коллекции осложнений и персонализации коллекции осложнений. То есть, в принципе, все эти этапы, все эти и другие, наверное, моменты мы должны будем разрешить, чтобы безопасность лечения была все выше и выше, чтобы пациенты наши все более и более безболезненно получали такой высокоэффективный вид лечения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...